он внизу магазинчик работает но людей там нету может просто связано с тем что сейчас народа нету не гуляет мало либо тоже по кедам qr этим кассы вон морских прогулок ялтинский торговый морской порт здесь когда вот на теплоходы идут туда вот уже когда с билетами проходят через вот это здание сейчас она закрыта здесь турникеты внутри полу разрушенные причалы на конечно это все надо уже давно давным все было сделать как-то вести здесь порядок красоту построить что-то новое новые красивые причалы не знаю чё этим не занимаются набережной народ наверху есть гуляет вот так вот слышите передает пап про погоду сильные похолодания вроде она сказала на 10-15 градусов понизится ничего себе то где-то до минуса пойдет температура может ну в горах не на набережной будет теплая погода я вот смотрел 10 11 ноября вообще солнечная там показывала солнце там чуть ли не без этих как обычно там солнышко там с дождем показывается но если дождь там будет там на синоптики или еще на каких-то сайтах про погоду интересно сколько сейчас температура морской воды наверно где-то градусов 10-12 наверно похолодало море уточки плавают смотрите красавицы 9 ноября сегодня 2021 года ялта там если идти дальше вот прямо через эти ступеньки вы идете вилла елена находится выход к садовой храму александра невского там рядом также вон ялтинский дворик видите с подсветкой он где они засвечены сейчас что вот так вот ялта тоже вот дела смотрите с этим причалом как здесь вот он одна часть уже завалилась море вот это еще пока стоит на каких-то последних силах а потом когда она наверно само собой обвалится уже будут чем-то заниматься что-то строить новое делать а а так пока она никому ничего не надо сегодня дождь в ялте видите мокрая вся эта тротуарная плитка асфальт все удочки был бы хлеб я вас бы сейчас покормил бы так что сегодня не взял с собой все ялта зажигает огни вечереет уже сотрите уже подключали эти фонари там тоже все с подсветкой там он делают мы стояли с вами отель там аллея зонтиками светится тоже вечером столовая по-домашнему на втором этаже сейчас тоже вся столовая все по qr-кодом по сертификатам по ялте показываю атмосферу ялте которая сейчас есть зонтики видите эти все смысле от ярмарка проходит видите вот эти все с колесиками такие палатки можно так сказать кто-то даже там торгует он парой вижу киосков собачка и вон гуляют он слышите даже со снегом с 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 до есть Еще прогуляюсь с вами. Смотрите, какая дождливая асфальтная плитка на набережной. Там народа побольше ходит, конечно, по центральной набережной. Я иду с вами сегодня поближе к морю. Дышим с вами морским воздухом. Чтоб никому из вас с помощью такого климата, воздуха, Ялты. Короче говоря, оздоравливайтесь вместе со мной сегодня в видео. Смотрите, говорите своим друзьям, родным, близким, чтоб тоже подписались на мой канал Крымский путешественник. И чтоб все у вас было хорошо. Здоровья самое главное. Мира, добра, любви вашим родным, близким. Всего самого наилучшего. Яхты в море стоят. Автокафе, Макдональдс, бывший тоже все по QR-кодам. Я же говорю, вот эти все кафе, рестораны, сейчас так работают. Да, он всех призывает носить маски. Вот, как раз, не нарушать правила и делать хуже на себе и другим. Денься на понимание. Дерегите себя и с ней. В Ялте сегодня дождь. 9 ноября 2021 года. Набережная города Ялты. Вот, считай, мы все с вами ее прошли. У меня много видео про набережную, так что тоже смотрите все на моем канале. Яхточки, смотрите, какие красивые стоят. Никто сейчас не катается. Все, как бы сезон прошел, лето закончилось. Начинается осенняя, зимняя жизнь в Ялте. Кому понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал Крымский путешественник. Спасибо, что смотрели меня сегодня. Был рад вам показать набережную Ялты. И до новых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok